Приветствую вас! Я бы хотел сказать о двух моментах. На мой взгляд, хорошо раскрываю чуть-чуть ваших проблем. Первая проблема заключается, первый момент заключается в том, что вы судите о людях, ну, в частности, вот о своем молодом человеке, вы судите по себе. То есть, что это значит? Что это значит, да, что вы судите о молодом человеке по себе. Значит, связано это в первую очередь с тем, что вы говорите. Ну, вот он не говорит, что любит, значит, другую девушку. Почему этого не говорит? Ведь я могла бы об этом рассказать на весь свет, если бы со мной было такое. Значит, проблема заключается в том, что вы не молодой человек, и что у вас разные системы ценностей. и если бы вы, если вы можете что-то сделать, если вы можете что-то сказать, то вы можете как-то поступить. То это совсем не значит, что молодой человек может поступить так. И тем более совсем не значит, что молодой человек должен поступать так же. Это первое. Второе. Второй момент. Второй момент, на мой взгляд, кажется еще более важным, чем первый. Я попробую вам пояснить, почему еще более важным, кажется, в некоторый момент. Дело в том, что молодой человек сейчас находится, ну, скажем так, в очень удобной для себя позиции. Надеюсь, вы это понимаете, что он находится для себя в очень удобной позиции. В какой позиции он находится для себя? А молодой человек находится для себя в позиции, когда с одной стороны у него есть вы, которая готова, ну, или, опять же, по его мнению готова вернуться к нему, только вот стоит позвать. Да? В другой стране у него есть его девушка, которой он вернулся и вернулся, как вы и сами сказали. С которой, в общем-то, он чувствует себя комфортно, хорошо и прекрасно. И надо сказать, что мужчину такая ситуация полностью устраивает. Он устраивает его, если у него как бы есть две девушки сейчас. И он-вот может выбирать, значит, он может выбирать любую, какой он хочет быть. Ну, это вот такая позиция, по сути дела, эгоистичная немного и потребительская немного. И вам нужно в этот момент тоже прочувствовать, что в мужчине нет резона, нет смысла что-то решать. Потому что, как бы, решая что-то, решив что-то, он, в смысле мужчина, отрекая себя на потерю одной девушки, а ему такое положение сейчас, очень удобно. Ему такое положение сейчас, какое у него, очень комфортно. И мужчина так вот, как ему кажется, справедливо для себя, да, думает. Ну, а вот чего-то, чего-то я, там, буду принимать решение, да, чего-то я буду себе в чем-то рассказывать. Почему я буду думать о другом, да, ну, например, о вас. Почему я должен думать о ней, когда она, там, обо мне не думала и теперь вот только спохватилась, когда, там, например, подчеркивала, допустим, да, что, там, может меня потерять. И чего-то я буду сейчас о ней думать, зачем, вот, не буду, не буду я думать о ней. И мужчина, как бы, вот, так себя и ведет. Именно по этой причине, по той причине, что ему так выгодно. И, по сути дела, это обычная просто игра. Ну, может быть, не осознанная игра, может быть, не осознанная манипуляция, но то, что манипуляция, это очевидно. И он действительно, может, может, наивно полагать, что действительно он не разобрался, там, с чем-то, действительно он, там, что-то не понял, действительно он, там, чего-то еще не осознал и так далее. Но, по факту, по факту, он уже давно все понял, он уже давно все знает, просто ему нет нужды этого вам говорить. Теперь ответы на ваши вопросы. Почему он не может сказать, что он ее любит? Потому что, сказав, что он ее любит, он потеряет вас. Сказав, что он ее любит, он оформит, как бы, оформит, значит, свою позицию. А оформлять свою позицию мужчина не хочет. Потому что, как я уже сказал вам, ему это не выгодно. То есть, не выгодно человеку оформлять свою позицию. Не выгодно человеку как-то, значит, ну вот, ее выражать. Не выгодно. Вот. Мужчине это делать просто-напросто не выгодно. И он этого не хочет. Именно поэтому он этого не хочет. Потому что ему не выгодно. Вот. Надеемся, вот, такое, такое объяснение, такое объяснение того, что происходит вас устроит. Вот. Следующий вопрос. Значит, почему, если он ее любит, не дает мне шанса попробовать восстановить... Если он ее не любит, не дает мне шанса попробовать восстановить наши отношения? Опять же, довольно хороший вопрос, который вы задаете, в принципе, правильно. Почему, если он ее не любит, не дает шанса восстановить ваши отношения? Потому что он не верит вам, потому что он не может вам доверять. И самое главное, он, судя по всему, не настолько сильно любит вас, чтобы давать вам еще один шанс. Ну, знаете, в этом плане вы, я бы даже сказал, правы. Потому что, когда человек любит, он, в принципе, готов дать шанс своему любимому человеку. Он готов дать шанс, он готов не только простить, да, но и, в принципе, готов сделать все для того, чтобы там отношения, условно говоря, как-то восстановить. Но ваш молодой человек к этому не готов, ваш молодой человек этого не хочет. Ваш молодой человек не считает для себя это возможным. Ну, опять же, это говорит о нем. Это говорит о его ценности. Это говорит о том, что мужчина вас удерживает специально, чтобы, может быть, он так неосознанно вам мстит. Может быть, так он неосознанно возвращает вам то, что вы ему когда-то причинили. Ну, я имею в виду ту боль возвращает вам, которую вы ему когда-то причинили. Вот. И надо сказать, что не обязательно он это делает специально, надо сказать, что вполне возможно, я допускаю это, что он это делает не специально, он это делает неосознанно просто. Да, я понимаю, что вам от этого не легче. Да, понимаю, что вам от этого, наверное, не холодно, не горячо. Но, тем не менее, вы спрашиваете о причинах, вы интересуетесь почему. Я вам, соответственно, отвечаю, почему такая ситуация имеет место быть. Далее. Далее. Вы пишите, значит, так. Сам говорит, значит, стабили прошли, но по факту не дает возможности исправить все, не уходит от нее. Или он ее любит, но по каким-то причинам не говорит мне. Ну, это, кстати, у вас один и тот же вопрос сейчас происходит. То есть, вы один и тот же вопрос задаете, а я думаю, что я на него уже ответил. Значит, что я вам хочу сказать. У вас на лицо, значит, зависимость, эмоциональная зависимость от молодого человека. Вот. Чтобы увидеть его отношения, чтобы понять его отношения к вам, чтобы спровоцировать его, значит, обозначить свои позиции, вам нужно перестать с ним общаться. То есть, по сути дела, вам нужно перестать с ним взаимодействовать, перестать унижать себя и перестать позволять ему делить вас с другой девочкой. То есть, пока вы говорите так, что я готова быть с собой в отношениях, потому что я чувствую себя виноватой перед тобой. Я готова быть с тобой. В отношениях всяких хоть полу... Ну, драма, даже ты другой. Это плохо. Это негативно сказывается на вашей самооценке. Это негативно сказывается на том, как вы себя позиционируете. И вот это нужно первое, что прекратить. Вообще. Это не нужно. Если вы хотите строить отношения нормальные и равноправные, то подобные вещи нужно исключить из вашего взаимодействия с мужчинами вообще. Это первое. Второе. Значит, ну, понятно, что вы хотите с ним попросить отношения. Понятно, что вы хотите с ним взаимодействовать. Понятно, что вы хотите все вернуть, но вопрос заключается в другом. Вы требовали от него того, чего нам дать по вашему утверждению него. То есть вы требовали чего-то от него в отношениях для себя. Но это есть свои причины. И причины нам сказать в том числе и психологические. То есть есть причины для того, чтобы вы так себя вели. И причина заключается в том, что для вас отношения и этот мужчина имеют куда более высокое значение, чем вы для него и ваши отношения для него. И вам нужно снизить значение этих отношений для вас, чтобы вы были свободны. Свободны. Вы сейчас при всем желании свободны быть не можете. Потому что вы нуждаетесь с ним. Вы говорите, ну, пожалуйста, это я, конечно, утрирую, но тем не менее. Вы говорите, ну, пожалуйста, прими меня, я все поняла, я исправлюсь и так далее. То есть вы как бы унижаетесь перед мужчиной. Будь и не классно может быть, но вы унижаетесь перед ним, желая его вернуть. И именно это является самым скверным здесь. То есть для построения отношений проблема в том, что даже если мужчина вас простит, даже если мужчина позволит вам его вернуть, все равно это проблема ваша, которая определила изначально то, как вы себя ведете сейчас, она эта проблема не уйдет. Она никуда не идет, она останется, она будет вас беспокоить. Поэтому, чтобы она не беспокоила, нужно все-таки поработать над своим личностным родством, над уверенностью в себе, над потребностями, осознать эти потребности и постараться все-таки меньше быть нуждаемой от мужчины, от человека, чтобы не было таких ситуаций больше. Потому что, по сути дела, ваш вопрос, это я вам с позиции сейчас про психологию говорю, ваш вопрос обозначает, что вы неизменены. Да, вы поняли, может быть, что действовать так, как вы себя вели, может быть, и не стоит, вы это поняли. Но изначальные потребности, изначальные ваши желания, они никуда не делятся, к сожалению. И именно по той причине, что они никуда не делятся, если вы восстановите отношения, скорее всего, предние проблемы по-прежнему будут вас беспокоить. Поэтому, для того, чтобы вот ситуацию изменить в несколько лучшую сторону, вам необходимо вот как раз сделать то, о чем я говорю. И подумать, почему для вас, как мужчина, так важно, почему вы терпите подобное отношение к себе. Опять же, с чем это связано? А вот, с чем могу словно назвать, какие мотивы? То есть, надеюсь, довернусь. Но зачем возвращать того, кто ушел в другой? Зачем возвращать того, кто вам по сути изменяет? Какой мотив у вас для этого? Вот об этом и нужно с вами разговаривать. Потому что, без проработки этих моментов, вам сложно будет построить полноправные здоровые отношения, в которых целью будет не ваше желание, как вы до этого делали, как вы до этого строили и так далее. А целью будет именно другой человек. И, соответственно, если целью изначально будет другой человек у вас, ну и мотивов, соответственно, уходить для него, я имею в виду для мужчины, не будет. Меньше будет гораздо. Потому что только дурак уйдет от той женщины, которая его ставит на первое место. Только дурак уйдет от той женщины, которая заботится и думает именно о нем, да, а не о себе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались дополнительные, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо.